Привет, друзья! Я Григорий Герман. Сегодня в разговоре с Дмитрием Мушацким мы рассмотрели ростки. Ростки новой, сильной и активно участвующей в мировой политике Европы, о ростках гражданского общества и гражданского сопротивления в России, современной России, о ростках вот той вот прекрасной России будущего, которую уже сейчас высаживают в российскую землю бойцы Легиона Свобода России, РДК и Сибирского батальона. И о ростках сомнений, которые появляются у Путина каждый раз, когда ему на стол кладут доклад об очередном утопленном корабле Черноморского флота и сожженном НПЗ. В какой сад могут вырасти все эти ростки? Оставайтесь, будет интересно. Первое, что я с тобой хочу обсудить, это волшебные, абсолютно сладкие, как пение, павлина в старом советском мультике про барона Мюнхгаузена, крики из Кремля, что Европа будет втянута в войну, если Макрон, Нидерланды и другие страны введут войска в Украину. Крики прекрасные, но как по твоему мнению, а если действительно угроза для европейских стран со стороны России, каким может быть ответный удар Кремля? Я думаю, что вот эти разговоры про красные линии, которые мы слышим с самого практически первого дня, а то и раньше даже, да, там, в той или иной форме и от Медведева, и от всяких других там, особенно от телевизионных деятелей, они постоянно присутствуют. Мне кажется, что это все такой блеф, наверное, все-таки такой пацанский, как мы знаем, да, и вот эти, потому что понятно, что, во-первых, оружие в любом случае поставляется, это понятно, да, это было, когда-то это было красной линией, да. Ясно, что инструктора так или иначе, а это кто? Это в любом случае солдаты-офицеры стран НАТО. Они присутствовали и до, значит, 22-го года, потому что Украина шла по этой тропинке в виде инструкторов, в виде там обучающих каких-то там учителей и так далее. Это было, и, собственно говоря, это никакая не новость. И поэтому, значит, что? Мы же понимаем, что даже нарратив кремлевский, который вдалбливается в головы, так сказать, россиянам, это то, что война идет с НАТО, да, а не с Украиной, поэтому, ну да, идет. Ну, а почему она должна вести дистанционно? То есть ничего нового для народа-то не будет, ну, НАТО. А так что, что? Ну, ответ какой? В любом случае, угроза первично исходит... от России, да, и я думаю, что это все равно все понимают. То, что они рассказывают об угрозах со стороны НАТО, это они делают для себя. А по факту они-то понимают, что они агрессоры, да. Ну, а ответы что? Ну, вот в последнее время тут опять начали пытаться размахивать там ядерными дубинками, потому что, по сути, все на этом и держится. То есть вся эта операция их СВО, так называемая, если бы, мы же понимаем, что если бы не было ядерного оружия, то, в принципе, она прекратилась бы, не начавшись даже. Представим себе такую ситуацию, да, хотя, что ее представлять, да, Путин, по-моему, да, лично заявлял, что, или кто-то из его клевретов, слушай, я не помню, что в случае, если Украине будут переданы ракеты дальнего действия, типа, ответ будет, ух, прямо каким. Причем, насколько я понимаю, по развитию эскалации ответ, по идее, должен быть именно ядерным, да, каким-то, да, скорее всего, тактическим. И мы снова возвращаемся к вот этой теме, о том, что если Путин и может нанести какой-то тактический ядерный удар, то, скорее всего, это будет территория, где будет меньше всего, условно говоря, каких-то последствий, да, глобальных. Ну, например, тот же остров Змеиный. И тут у меня возникает даже не вопрос, может ли он это сделать. Мы с тобой понимаем, что Путин ебобо, поэтому он может сделать все, что угодно. А как Китай может отнестись к тактическому ядерному удару по какой-нибудь такой, относительно безлюдной территории? Я, конечно, не китаевед, но вообще вся эта риторика Китая с самого начала войны, именно касательно ядерного оружия, мне кажется, если я что-то не упустил, всегда однозначная была, никакого применения ядерного оружия быть не должно. Наверное, потому что Китай, китайцы как страна мудрая и с тысячелетней историей имеют вот этот вот опыт прожитых лет, и именно вот ту мудрость, которая им подсказывает, что развязав... Здесь же вопрос не в том, что тактически, не тактически, ну да, ну хорошо, Змеиный облако, это даже с одной килотонны может улететь куда угодно, Болгарию, там... Румыния, да. Румыния, это, значит, соответственно, в любом случае будет расценено людьми-то, то есть, ну, прилетает облако, там люди начинают болеть, заражаться и так далее, то есть, но это все равно ящик Пандоры, я думаю, что здесь принципиального значения не имеет, это будет баллистика или там просто маленькая там, потому что понятно, что в России и снаряд артиллерийский есть, боеголовские, судя по всему, да, которые вот эти маленькие там, декилотонны, и, собственно, они, наверное, разрушений таких не приносят, да, там, грубо говоря, там площадь, там стадион, да, какой-то, вот, но здесь вопрос, ну, что касается Китая, тут вообще, наверное, иллюзий нет никаких, они строго стоят на этой позиции, что это не должно быть, там, разбирайтесь типа так, не хватает сил, значит, там, за стол переговоров, как обычно сейчас любят говорить, да, вот, но я думаю, что здесь будет точно никакой поддержки в этом плане не будет. А тогда давай вернемся к Европе, которая вот-вот как раз поменяла в лице Макрона и уставе Макрона в последнее время свою риторику достаточно резко, и хотя тут уже даже Зеленский сказал на встрече с французскими журналистами, что, мол, типа, ребята, 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 тихо-тихо-тихо, спокойно, ваши дети не будут гибнуть на нашей земле, да, речь идет о учебных миссиях, речь идет о сокращении времени на подготовку украинских солдат, которых сначала тренировали во Франции, потом они приезжали в Украину, еще доучивались, да, чтобы все находилось здесь. Но, тем не менее, Макрон еще и еще рассказал о том, что для красных линий не существует, и необходимо играть в игру, которую любит играть Россия, с обострением, да, и с поднятием ставок. Он сейчас едет в Киев. А каковы могут быть его следующие действия в продолжении заявленного? Хочется верить в Макрона, хотя, как бы, никогда не был его фанатом, да, и вообще фанатом. Как и всем, да. В общем-то, в историческом плане Франция всегда была такой страной достаточно серьезной, да, в европействе. Если вдруг у него проснулись, так сказать, какие-то мужские там эти, да, чувства, то они имеют свою определенную почву и имеют право быть. Потому что во Франции, мы же понимаем, что во Франции как раз-то есть тот французский легион, который, между прочим, в общем-то, не французский, так скажем. То есть это не то, что сейчас, вот, ты сказал, там, дети и французи. Это наемники, по сути, тоже, да, которые там за определенные, за деньги и за, там, гражданство воюют. То есть они так погибали в Алжире, очень там неплохо кровь проливали. Собственно говоря, с точки зрения такой, Франция, ну, имеется в виду, с точки зрения кровной, она этого не заметит. Легион поехал выполнять задачу. И тем самым поднимать французский престиж. То есть я вижу тут очень даже хорошую связь в этом случае. Смотри, меня дадом пару дней назад, когда я наблюдал за всем этим делом, пытался все свести воедино, пришла в голову мысль, как она тебе. Что Европа, благодаря вот этому вот терзанию, а тому ли я дала в американском истеблишменте, да, Европа начинает чувствовать уже давно забытый вкус. Вкус вельтполитик, вкус мировой политики. Европа, которая в течение столетий была центром всей мировой политики, Англия, Франция, Германия, Австрия и так далее, вот все, все, они были центром, они были источником вообще в принципе мировой политики. В течение последних 80 лет после Второй мировой войны они находились в тени Соединенных Штатов. Это была удобная тень, очень выгодная. Но вот сейчас эта тень отошла, и они начинают на солнце пускать ростки, да. Они начинают на солнце чувствовать, о, ух ты, а я могу сказать вот это вот и стать не просто там прихлебателем, да, в тени Соединенных Штатов, а я, о, ого. Знаешь вот это вот ощущение? Не кажется ли тебе, что вот происходит сейчас в Европе именно это? Ну, оно, может быть, зачатки этого, это на самом деле должно произойти. То есть оно, как бы, может быть, происходит сейчас, может быть, будет, и ростки наверняка это есть, потому что другого пути-то у Европы нету. Ведь тут либо она действительно с какой-то опять упадок приходит, потому что проблем-то у них накопилось тоже достаточно, и там и беженцы, и все такое. И вот это вот выступление вот этой силы темной во главе с Россией, да, которая ведь концентрирует в себе все остальные проблемы там, да, и Газа, и там Китай сидит, смотрит. Конечно, у Европы шанс только один. Опять же, учитывая вот эти все сейчас выяснения отношений там в Америке, да, с выборами, и, собственно, в этом плане то, что, допустим, есть эта риторика, что Трамп пытается там намекнуть Европе, я-то расцениваю это как, не как выход, а как просто действительно какой-то коммерческий ипотек, отстегивание, здесь нужно искать положительные моменты, почему мы действительно в Европе не начать заниматься своей, собственно говоря, ну, этой безопасностью, тем более в изменившихся условиях и в изменившемся мире. Да. Да, пожили жирненько, да, брюшко отрастили, но, ребята, ну вот такая ситуация, вот упустили из вида такое зарождающееся зло, там прикормили, глаза были закрыты, ну вот теперь перед лицом этой реальности, хочешь не хочешь, нужно, значит, что-то делать. Насколько можно идентифицировать количество людей, которые вышли на похороны Навального, количество людей, которые подписались за Надеждина, вот все это как некие ростки серьезного уже какого-то гражданского сопротивления, да, там ростки, опять же-таки, да, повышение градуса сопротивления, или это было прощание со свободой, да, вот там многие говорят, пессимистичные настроенные, что люди пришли на похороны, чтобы попрощаться со свободой, даже такой, какая она есть в России. Ты согласен с этим? Мне, честно говоря, вот эта история, когда люди выходят уже на похороны, она по-человечески, я понимаю, да, проститься и так далее, но по, как бы сказать, там, по сути, ведь те же люди с таким же уверенностью могли выйти, когда он там приехал, например, да, там отбить. То есть вот это приложение энергии, оно действительно на самом деле как-то выглядит так себе. Поэтому, конечно, со стороны это выглядит прощанием, это и есть прощание, да, наверное, это прощание там с эпохой. Лично я рассчитываю и думаю, что надо действовать в направлении вот раскрутки там, если это можно сказать, рекламы и объяснений там тем же людям о том, что вот есть силы, легион РДК, сибирский батальон и так далее, которые могут изменить ситуацию. Поэтому надо как раз примыкать, минимум разъяснять везде, чтобы потом, когда эти рейды начнутся более глубже, да, чтобы народ был готов к этому, да, то есть встречали с цветами, а не там и заодно там блокировали какие-нибудь там полицейские участки или что-нибудь типа такого. А ты веришь в то, что на самом деле, ну, что только будет в России появляться, какие-то поводы, там, похороны, выборы, ля-ля-ля, да, их не будет, понятное дело, надеюсь, что больше похорон не будет, а выборов точно больше не будет, но что на них будет либо выходить такое же количество людей, да, ну, там, увидели все, что много людей подписало, еще больше людей вышло на выборы, еще больше людей на похороны, еще больше людей вышло куда-то, от этого и так далее. Или все будет наоборот утихать? Посмотрим, как это будет развиваться, потому что даже здесь политики, которые здесь, они все время думают о том, как бы, ситуацию после, потому что понятно, что Путин выиграет, а вот дальше это осознание у людей от того, что это сейчас еще минимум на 6 лет и так далее, вот оно как бы может быть каким-то таким, да, то есть пробуждающим сознанием. Ну да, но опять же мы живем в этих надеждах и в этих рассказах уже столько лет, а ситуация пока что хуже и хуже становится. Понятно, что этот как пузырь, он должен быть как гнойник даже, не пузырь, он лопнет когда-то, но пока вот таких каких-то предпосылок я не вижу, кроме вот того, что потихоньку нужно наращивать силы извне и этими силами раскачивать сначала там рядом области и чтобы сознание у людей потихонечку понимало, вернее, в их сознание вбивалось то, что эта война придет все равно, во-первых, к ним. У меня вот родственники в Петербурге, я как раз недавно очень хорошо отметил, что они заметили прилет дронов, да, в Питер с таким каким-то удивлением, типа, как так? Так вот, так вот, так вот. То есть, это будет. И хорошо бы, конечно, таких вот прилетов именно куда-то подальше было бы побольше, чтобы люди привыкали, так сказать, к этому моменту. Работаем над этим. Смотри, как хорошо сказал, работаем, да, мы пахали, я и трактор. Да, ребята работают над этим. Давай, так будет намного отличнее. Кремль же, на самом деле, он там в экстазе абсолютно уничтожил Навального, да, они там записали в экстремисты ЛГБТ, а граждан, которые закачали себе VPN, тоже, они тоже экстремисты. Ну, короче, вот с такими протестами Кремль готов бороться и борется с удовольствием. А готовы ли власти сопротивляться настоящим борцам, настоящим экстремистам, в кавычках, а свобода России, РДК и сибирский батальон? Ну, опять же, власти. Что мы имеем в виду по словам власти, да? Власти-то, наверное, готовы, потому что они понимают, да, и имеют в виду чиновники, да? Они, наверное, готовы. Но только вопрос, конечно, каким образом они будут сопротивляться. Потому что силовые структуры, как мне кажется, да, вот которые, ну, допустим, армия, да, ей это может быть совершенно не нужно, да, в этот момент. Ну, а про всяких остальных, там, Росгвардию и этих-то гавриков, полиция, которая только имеет, то есть, опыт и желание разгонять мирные демонстрации, бабушек, глупить, это как бы вообще даже разговоров не идет. Вот, поэтому как раз я думаю, что, ну, и потом, что мы там вспомним, что в Пригожинске это три, да? Да. Никто особо там не, даже и не выступал, ни одного ни митинга, ничего не было, и все затихли. Вот. Другой, понятно, что он был там не совсем со знаком плюс, но как, как, как пример того, что, как это будет. Вот. Конечно, кто-то будет пытаться, кто-то нет, но я думаю, что вот это вот начало, которое вот батальоны и все эти регионы наши закладывают сейчас маленькими рейдами, это должно нарастать в плане даже информационном, потому что люди должны привыкать, ведь многие там в России преподносятся это понятно как, да? Вот там Украина там засылает и бла-бла-бла, и с этим, как бы, наверное, самое важное, в том числе, кстати, и для оппозиции, которая может говорить, которая находится в безопасном месте, то есть на Западе сейчас, да, как раз это и нужно доносить людям, что Легион и РДК и Сибирский, это россияне, которые, да, вот этот нарратив, который они говорят, распространять и пытаться достучаться как раз до россиян, чтобы у них вот эти вот, вместо всех этих очередей занадежды и так далее, что у них появлялся вот этот бы в руках бы, огонек надежды, который как раз и есть, вот, и они бы его просто сидели бы и ждали момента, и когда это уже наступит, а он наступит рано или поздно, то есть этот комок все равно будет нарастать, да, тогда они были готовы уже встретить, и вот в тот момент как раз были бы готовы там лишний раз там соколотить дверь там в ментовке или там проколоть шины там, не знаю, там уазику, когда уже понимая, что да, вот там, вот он здесь на подходе уже где-то там. Очень важный момент, на котором ты сделал акцент, и я хочу еще раз делать акцент о том, что когда мы говорим об акциях Легиона Свободы России, РДК, Сибирского батальона, мы говорим о гражданах России с российскими паспортами, которые действуют на территории Российской Федерации, то есть своей страны. Причем здесь Украина, это де юре вообще никакого отношения не имеет, де факто тоже. Поэтому вот все вопросы, исключительно граждане России на территории Российской Федерации решают вопросы, которые у них возникли к российской власти. Между прочим, согласно ООНовским каким-то законодательным бумагам, когда народ исчерпал все методы борьбы с властью мирные, он может переходить к народному восстанию. Да, да, да. Совершенно верно. В Конституции Российской на данный момент нет такой, к сожалению, статьи, но мы вот на Съезде Народных Депутатов как раз были даже не споры, а просто определенные мысли, что, конечно, это должно быть закреплено в Конституции право народа на восстание, на вооруженное восстание в случае, если власть узурпирована. И это как бы в мировом в общем-то сознании, в мировой практике эта мысль есть. Ну, а то, что там будут рассказывать по телевизорам и по всем пропагандистским каналам другие нарративы о том, что это там заслы и так далее, ну, да, Именно поэтому и нужно переломлять вот это вот, пытаться пропаганду и объяснять, что, ребята, это освободительная армия как раз и все. Путин же молчит не только по этому поводу. Есть же еще один повод, по поводу которого Путин молчит. Это уничтожение кораблей Черноморского флота. Раз. И удары беспилотниками по НПЗ. Два. И если по поводу Черноморского флота Путин хоть как-то отреагировал, сместив командующего военно-морским флотом вообще в принципе, то по НПЗ, насколько я слышал, уже возникают гневные вопросы со стороны нефтяных магнатов в Кремль по поводу декомпетентности Шойгу и Герасимова, которые не могут защитить их заводики свечные. Точнее, они не свечные, но превращаются в свечные. Да. Слышал ли ты что-нибудь об этом и ну, так ли это? Ну, я не слышал об этом, но вообще-то логика подсказывает, что почему бы и не задать такие вопросы. Сначала, может быть, там робкие, а потом и более громкие, потому что это же действительно правда. Вообще, так-то это, собственно, частная собственность, так-то между прочим, да? Ну да, там понятно, что это, то есть большая часть, скажем, денег, это все-таки частные деньги. И люди, наверное, могут спросить, потому что хваленое ПВО реально же не может защитить. Да. Конечно, такие вопросы будут возникать и дальше-дальше, ну, хорошо, в общем-то, пусть спрашивают. Есть мнение, кстати, еще там, конспирологическая, понятная дело, теория, но тем не менее, что после выборов Путин готов снять Шойгу и Герасимова за провалы и самое главное для того, чтобы обновить дух российской армии. Как бы, опять же, мы говорим в логике нормальной, человеческой, да, как бы сделал бы, например, кто-нибудь, европейский политик или кто-то здесь. Я, честно говоря, не вижу, ну, вообще, практика последних всех его назначений, ведь никого же не убирают, так сказать, и не расстреливают, это все-таки не Сталин, да, и даже этих, там, кого сняли, куда-то там, наверняка же, не на зону отправят, да, куда-то там в тепленькое местечко. Я думаю, что, скорее всего, ну, даже если их и снимут, то это будет выглядеть как-то так по-человечески, типа, там, в связи с этим, то есть, жестких репрессий не будет, ну, и потом, это особого значения не имеет. Народу объяснят, что, как бы, это обычная, там, ротация кадров и так далее, то есть, ну, своих же, в этом-то случае, своих они не бросают, поэтому, ну, и потом это будет плохим примером, я так думаю, если в их логике действовать, как-то так, то есть, люди замазаны кровью, да, много чего знают, куда их девать, то есть, ну, либо, конечно, из окна, тут есть вариант такой, там, как там, кокаин, граната, самолет, да, как вариант. Слушай, кокаин, граната, самолет, для того, чтобы кокаин, граната, самолет, нужно было идти на Москву, и претендовать на, ну, или не претендовать, а выявлять претензии к самому, я не думаю, что Шойгу и Герасимов, в случае их отставки, начнут быковать, кричать, дед, дед выйдет. Не, не, не начну, не начну, конечно. Поэтому, я сам согласен, как ты думаешь, если действительно Шойгу и Герасимова уберут, во-первых, есть ли кого поставить, а во-вторых, ну, там, условно говоря, кто там нынче любимец Росармии, Теплинский, могут ли его поставить, поднять, и действительно ли, может ли вообще, в принципе, произойти что-то, что поднимет боевой дух российской армии? Ну, вот, если, то есть, я не вижу вообще в этих, каких-то вот телодвижениях и рокировках никакого смысла, потому что дух армии поднимается деньгами, насколько я понимаю сейчас, вот, и какие-то там лозунги кидать, менять, смысл, я думаю, что это совершенно никаким образом не влияет, это внутренняя подковерная борьба для решения каких-то своих там целей, ну, там, объяснить, найти крайнего, чтобы там, ну, на самом деле, ведь народ ведь не спрашивает, да, сейчас пока не с кого, а почему, да, что мы делали там, и почему мы там откатились, или почему вообще мы там в Украине что делали, пока не спрашивают, когда начнут спрашивать, тогда возможно, но скорее всего это будет уже в более высоком уровне, то есть, грубо говоря, вот я сегодня там с ребятами уже разговариваю, то есть, если как раз с Путиным что-то случится, то следующий, так сказать, человек будет понимать, что на него можно все свалить, а свалить все на Шойгу, ну, как бы Шойгу, то ведь все же нормальные люди понимают, что не он принимает решение, поэтому я не думаю, что там какие-то принципиальные, да и потом, эти люди, это же люди функции, то есть, это же не какие-то там яркие личности, ну, как, допустим, в Украине там этот фрагмент там залуженный, да, Зеленский, но тут все личности, а это тараканы, которые, ну, то есть, ничего не изменится, когда поменяют местами, ну, условно, завтра поменяют Герасиму и Шойгу, например, местами, и, ну, ничего, ну, абсолютно. Слушай, с точки зрения загадочной русской души, вот лидер национальный, который вот так себя ведет, тут в стране происходит, тут по МПЗ прилетает, всюду уже, а он молчит, он ничего не говорит, это плюс или минус? Ну, за эти 20 лет правления уже все прекрасно понимают, да, все, кто хочет слушать его, верят любому ему слову, и они как зомби, да, а те, кто, допустим, люди, которые с критическим мышлением, они, в принципе, не слушают, да, всякие его, например, выступления, там, потому что все равно он врет, то есть зачем, да, вот разбирать его, там, речи на цитаты, там, и так далее, там, а смысл какой, поэтому от того, что он скажет или не скажет, ровным счетом ничего не изменится, ну, в этой ситуации, народ, который верит, они смотрят на него как зомби, и даже если он будет просто как рыба открывать или петь, они будут радоваться, ну, то есть это тоже на таком уровне. Ты согласен с тем, что то, что ты наблюдаешь, позволяет ли тебе сказать о том, что количество людей, которые, в принципе, уже не переносят всего, вот этого вот, всего, что происходит, включая бесполезность войны, что количество этих людей, растет, что их становится все больше и больше. Да, это однозначно, конечно, это даже вообще и не обсуждается, это становится больше, другое дело, что пока это все, как бы, на уровне вот осознания, да, причем этих людей было много и с самого начала, просто, которые не понимали, зачем, да, ну, как бы думали, ну, ладно, хорошо, там, за три дня, если что, ничего, и дальше все по нарастающей, конечно, я думаю, что поколения все равно, они же помнят, что вот это, лишь бы не было войны, да, почему-то взяли эту фразу, как-то вытяжнули, и люди вроде так это, затаились, ну, так, и что, а вот она идет война, сейчас еще, когда она уже на территорию России переходит, да, и дроны летают там уже совсем не в Белгородской области, да, и попадают на дома, собственно говоря, поэтому, ну, конечно, многие хотят вернуться хотя бы в 23 февраля, да, да, там, не в 14-й год, но хотя бы в 23-й, да, да, конечно. А, ну, тогда будем ждать, когда после этого осознания к ним придет еще и следующее осознание, и будем работать над этим, кто, собственно говоря, виноват, и что нужно с ним сделать для того, чтобы все это дело остановить. Да, да, да. Спасибо тебе огромное, и до встречи, береги себя. Спасибо, удачи, слава Украине.